Слава нашему Господу! Слава Иисусу Христу! Меня зовут Валера, моя жена Светлана, сестра ее Катя. Мы приехали с Украины, с города Мариуполя. У меня шесть роддеток от 4 до 17 лет. Так Бог благословил нас. Благодарим Богом, что мы на этом месте. Благодарим Бога, что здесь Дух Святой. Благодарим Бога, что церковь ваша живая. Благодарю Бога, что касаются эти проповеди. Сижу только и вздыхаю. Знаете, что Слово Божие обличает, Слово Божие наставляет, Слово Божие утешает. Иисус Христос прощает, милует и готовит свою церковь. Я благодарю Бога, что те слова, которые говорил Олег Завас с Викой, они праведливы. Хорошо нам здесь быть, вы знаете. Хорошо нам здесь быть. И я благодарю Бога, что вы поучаствовали в нашей нужде, что расположилось ваше сердце и помогли нам. Что и церковь с баптистов тоже поучаствовала немного для нас. Вы знаете, поистине Бог чуден. И как один неверующий человек сказал, будучи имеющий папу верующего, говорит, да, я понял. Куда не приедешь, в какую страну, в какой город. Нашел верующих и тебе помогут, тебя обогреют, тебя устроят, тебе дадут жилье, средства для пропитания. Вы знаете, и так говорит мирской человек, полностью мирской, которым увидел эту любовь, которую ей проявили христиане, вы знаете. Этому мирскому человеку. Я хочу поделиться своими словами. Сильно для меня громко. Это послание кисам апостола Павла. В третьей главе он такие слова пишет. В третьей главе, в втором стихе. И послан к вам Тимофея, брата нашего, и служителя Божьего, и сотрудника нашего в благоествовании Христовым, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы тогда, как и были у вас, предсказывали вам, что будем страдать. Так и случилось, и вы знаете. Поэтому я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил бы вас сатана, и не сделался тщетным труд наш. Вы знаете, те события, которые совершились в нашей стране, в нашем городе, дальше апостол Павел может описать в пятой главе этого послания. И то искушение, которое сатана может послать, который апостол Павел, когда трудился в той церкви, он предсказывал, что будем страдать. Вы знаете, и в нашем служении, в нашем собрании, в нашем городе были откровения, что молитесь. Молитесь о государстве, молитесь о стране, молитесь о правителях. Что придет то время, когда не сможете собраться, когда будет трудно. И вы знаете, и пятая глава апостола Павла, она описывает. «О временах и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо вы сами знаете достоверно, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будет говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чревий, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день тут застал вас коктать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как прочие. Но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Слава Ему. Умершего за нас, чтобы мы бодро сумели спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как и вы это делаете. Поэтому ободряйте друг друга и увещевайте, и назидайте один другого, как вы это делаете. И вы знаете, это местописание, когда ты переживаешь что-то, по-другому тебе открывается местописание. По-другому ты на этот мир смотришь, по-другому смотришь на ценность вещей всяких. По-другому смотришь, и как апостол Павел предупредил, говорит, облекитесь в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Облекитесь в веру, в любовь и в шлем надежды спасения. Облекитесь, то есть войдите в него. Войдите в него, облекитесь. Для чего? Он объясняет, потому что Бог определил нас не на гнев. что обязательно нужно это иметь, эту любовь, веру и надежду, обязательно. Потому что этот гнев, он бродит, как искуситель, он хочет нас искусить этим гневом. И вы знаете, я никогда в жизни не настолько гневался, как в этот период. Никогда в жизни. То есть этот гнев, почему он приходит? Потому что мало в любви. Мало веры и мало этой надежды на Бога. Мало. Ты начинаешь думать, ты начинаешь злиться. Ты начинаешь злиться и, кажется, и правильно по-человечески понять, правильно, ну почему так? И вы знаете, как недавно я услышал, один христианин сказал, ну почему Бог допустил так в нашем городе? Хотя там, знаете, погибло, конечно, очень много погибло, 30 человек. Знаете, а в Сирии погибло 150 тысяч. Это, знаете, соотношение, да, вот 150 тысяч и 30 человек. Ну вы знаете, а даже одна смерть это уже много. Даже одна смерть это много. И вы знаете, вот этот гнев подходит, ну почему именно случилось в нашем городе? Которое было написано, что в нашем городе мир и безопасность. В нашем городе, если бы сказать, что в нашей стране, в Украине было мир и безопасность, и все бы это говорили, так когда, кто когда подумал бы восстанет народ на народ, царство на царство? Когда думал, что голод придет, там тоже Донецк сейчас, да? Донецк и Луганский сейчас голод. Восстанет народ на народ, царство на царство. И вы знаете, я бы сказал бы, у нас, в нашем городе, и тут приходит откровение, город Мариуполь будет городом убежищем. И вы знаете, как побежали все беженцы в Мариуполь, со всех городов. Мариуполь, Донецк, Макеевка, Луганск. Все начали приезжать сюда. И вы знаете, прискорбно, что от воли Божьей, как братья говорили, никто не убежит. Вы знаете, прискорбно, приехала женщина с двумя детьми, с мужем, и работала, нашли работу, знаете, у нас добрый город. Может быть, знаете, может быть, как, город трудяга, да. То есть, события эти вокруг, там, война, Майдан, она нас не касалась. Потому что 60 тысяч человек работает. 60 тысяч человек работает в нашем городе. На трех, на четырех предприятиях больших. То есть, то, что там случилось, или война началась, я уверен, что там 1%, даже меньше 1% взрослого населения, они обращали на это внимание. Все трудились, все знали, что завтра нужно в 6 часов утра встать, пойти на работу и вернуться домой, заниматься с детьми. Вы знаете, эта женщина убежала, эта девушка убежала с Луганска и погибла, устроилась ларек, и погибла, накрыл ее снаряд. И вы знаете, мы понимаем, что от воли Божьей не убежишь, и от того, что определено тебе, ты не убежишь. Даже, может быть, я знаю, что мы убежали в эту Польшу, я знаю, что, как одна сестра сказала мне, Валера, просто ты не до конца прошел испытание. Не до конца. Ты не понял, что Бог тебя хочет испытать. И вы знаете, мы поселились в центре беженцев, и там, казалось бы, мир, мирная страна, и там восстают на нас чеченцы, восстают. И пришлось пройти тот путь, когда ты должен возлюбить врага. Вот вы знаете, ну должен возлюбить врага. Ты должен прийти с ним, идти утром и здороваться. Что ты доброго делаешь, когда здороваешься, здороваешься. И вы знаете, этот путь по-любому нужно было пройти, по-любому. И мы, знаете, как жаловались. Приходили, она утешала, такая, знаете, благословенная сестра была, Господи, она, ну не была, она есть, она утешала нас, Валер, ну ты должен это пройти. Восстали полностью, дети восстали чеченцев, на наших детей, били, всяческие козни делали. Ну эти вот такие вот, даже там, я как-то отсутствовал, к жене пришел и там угрожал вырезать всех. Ну это так, знаете, это было. Эмоции, понятно, но все-таки страшно. Пришлось идти в полицию, заявлять. А полиция руками развела, говорит, ну, вот о вас там свое государство. Вы там сами колотитесь, мы туда не касаемся. Вы знаете, в школу приходили с полиции, она на нас каляузу написала, в школу приходили с полиции, узнавали, как учиться наши дети. Потому что они всячески пытались на нас вылить грязь, всячески пытались, и мы должны это было пройти, чтобы сказать сегодня, возлюби врага. Когда я утром выходил, говорю, салям, благословенный день для вас, пусть Бог благословит вас. И вы знаете, это сердце мягкое, мягкое, мягкое в конце, оно отстало от нас. И вы знаете, сколько бы, она привезла, есть такая ювенальная юстиция, да у вас тоже есть, от вас, в Польше. И она привезла представителя с ювенальной юстиции, она посмотрела на мою жену, на нее, на то, как эмоции у нее. И вы знаете, она увидела, говорит, ну я поняла, что я сюда зря приехала. То есть она хотела, чтобы у нас детей даже забрали, представляете, шесть детей. Хотя у самой трое. То есть вы знаете, и тот Бог, который хочет нас испытать, как и она, куда бы я ни убежал бы, по-любому я буду испытан, по-любому. И вы знаете, чтобы не искусил вас сатана, знаете, я хочу, чтобы Бог благословил вас. Чтобы тот труд любви, который вы совершили, совершайте, совершайте. Апостол Павел говорит, поощряйте к любви и добрым делам. Поощряйте. Но не только добрых, как мы, ну не знаете, простите, что я поговорил, не добрых, как мы, не только христиан, но я поощряю вас к любви, добрым делам, к этому миру. Вы знаете, мы поселились в городе Василькове, прекрасное место, ну хорошие покои, там, как бы сказать, люди так себе. Пишу, пишу в школе, где мешкаю, пишу, улица Калиева, 16, она говорит, как вы там живете? Я говорю, да, ой, там, говорит, плохой человек живет. На весь город прославился. Говорит, очень у плохого человека живет. А мы это не замечаем. Да, там приходят люди, там где-то, может быть, от 5 до 7 человек, знаете, с пухшими лицами, позавчерашним перегаром, вот такое, знаете, не постоянно вот в алкогольном там угаре, они работают у него задарма, за какую-то бутылку там пива или вина. И мы там живем. Знаете, я знаю, что Бог по-любому нас благословит. Мы не смотрим на это. Вы знаете, все в мире относительно, хорошо там или плохо. Ей там плохо было бы жить. Пришли социальные работники, там, проверяли, как мы живем, спрашивали у этого, у этого господаря нашего. То есть, все относительно. Вы знаете, лучше жить, как мы живем, с бомжами, как у нас говорят, безопределенное место жительства. Это хорошее слово, это неплохое слово. Человек без определенного места жительства. У нас в обиходе оно, бомж, это как бы плохое слово. То есть мы живем с этими людьми, но лучше уехать от снарядов, знаете, лучше уехать от тревог, когда у детей коленки трясутся от этих взрывов, от этих ужасов. И вы знаете, ну должно сбыться описание, как один брат сказал, это мудро сказал. Должно сбыться описание, что, ну должно оно быть. А духом упали, знаете, многие упали духом, и даже христиане говорят, а есть ли Бог? Представляете, после таких событий, а есть ли Бог? Это не надуманные слова, это я слышал. А есть ли Бог? Ну почему Бог допустил, что на наш город напали? Ну почему? Вот такие вопросы задают люди. Ну мы знаем, знаете, вот мы верой укрепляемся. Мы верой укрепляемся, и я благодарю, что есть церковь, я благодарю, что есть братья и сестры, я благодарю, что каждый, кто поучаствовал, знаете, как можно сказать, мы избыточествуем того благословения. Что, знаете, мы там три дня укрывались этими пальтушками, а тут соседи узнали, у нас нету ковдера. Побежали, принесли там какие-нибудь там покрывальца. Вы знаете, это благословение. То есть, ну мы смирились. Я знаю, знаете, мы это уже третье место, где мы живем. И в каждое место, которое мы приезжаем, вот так вот получается. Приезжаем, два дня живем на матрасах, спим, укроемся под плюшками, на третий, на четвертый день привозят все. Вы знаете, это благословение, да. Я хочу вам сказать, что не бойтесь куда-то уехать. Не бойтесь, народ Божий везде. И вы знаете, вот как мы, знаете, я себя отлицетворил, как паука, который живет там. Да, который боится потерять свою паутину. Который боится, знаете, вот живет паук и все, вот боится ставить место в другое, в злачное поехать место, знаете, вот боится. Например, не то, что там злачное, но другое место. Не важно, там злачное, не злачное для христианина. Вот ты ухватился за эту работу, за эту квартиру, за то, что у тебя хорошая работа, за то, что у тебя хорошая квартира, за то, что у тебя хороший город. то, что море рядом, не надо никуда на курортер ездить. Три километра можно пешком пройти, море рядом, представляете? А есть мешкание вообще такое, 20 метров и море. И пляж хороший, и отдыхаешь. То есть ты ухватился за это. Но когда сейчас фотографии прислают, друзья пишут, там мины там поставили, мины там поставили, такая табличка, мины, мины, мины. Море, говорят, заминировали, чтобы корабли не подошли со стороны России, чтобы не захватить на жороб. То есть, вы знаете, жить в этом страхе, это очень страшно. Очень страшно. Когда ты дергаешься сам, когда дверь захлопывается, у тебя уши так раз-раз-раз поднимаются. Когда вот едет, поезд едет, это как снаряд летит. Как вот едет шипованная машина, это как грады летят. Вот шипованная машина едет по асфальту, по сухому. Это вот так вот грады летят. И это все звуки ассоциаций, вы знаете, и это очень страшно. Особенно, когда дети дергаются. Знаете, мы жили в городе, где рядом полигон. Опять же, два города поменяли, и в одном жили в городе, и полигон рядом. В другом переходе, опять полигон рядом. И когда малолетний ребенок, три с полного года, тебя хватает за руку, папа бежит, опять война. Знаете, это очень страшно. Это переживаешь за детей. Хотя, знаете, есть смелые. Я благодарю Бога за пастырей, которые, знаете, остался пастырь, который бледет церковь, соблюдает ее. То есть, я благодарю Бога за то, что остались братья и сестры, которые несут служение там. И, ну, как бы, не побоялись остаться. Не побоялись. То есть, испытанная вера ваша, казалось, для них драгоценной. Окажется. Я благодарю Бога, что, знаете, что многие за границей помогали нашим церквям. Очень многие. Когда тяжело было, там, и продуктами питания, и так далее. Знаете, там, и вещами. Я благодарю Бога, что, знаете, там, я слышал, и в Литве тоже собирали там помощь, и в других местах. Вы знаете, это благословение. То есть, народ Божий, это как единая семья. Я благословляю вас. Я поощряю вас в любви и добрым делам. Благослови вас, Господь. И да воздаст вам Бог по своей милости за то, что вы так приняли нас, и хорошо нам здесь быть. Аминь.